сегодня на обзор хочу предложить вашему вниманию один из популярных смарт в 22 года от компании lg обрамленный в тонкую пластиковую рамку отнимающую 95 процентов передней панели экран располагается на двух дизайнерских пластиковых ножках v-образной формы обеспечивая тем самым не только устойчивость тяжелому девайсу на ровной поверхности но и подчеркивая его индивидуальность а вот что касается яркости нереально богатой палитры разнообразных световых оттенков в этом играет важную роль данного типа матрица ее битность который в совокупности с большим количеством ярких лэддиодов вам как зрителю обеспечат уйму удовольствия от просмотра не только фильмов мультфильмов но и сериалов угл обзора независимо от расположения телевизора глядя со стороны особо подвижность картины не искажает расположенные за пластиковой панелью два стереодинамика суммарной мощности 20 ватт с помощью данной технологии погрузят вас в мир максимально реалистичного звука глядя Более того, обладая диагональю 50 дюймов и разрешением экрана 4К, находясь на максимально комфортном расстоянии от глаз, данная плотность пикселей, детализация объектов, как подвижных, так и неподвижных, позволит вам рассмотреть даже самые едва заметные детали происходящих событий. К тому же модель, в зависимости от формата и разрешения, автоматически улучшая картину до уровня HDR Pro, откалибрует цветопередачу до максимально реалистичного уровня. При этом данная технология способна определить, когда, где и как необходимо улучшить качество передаваемого на экран сигнала. Дополняет ее очень важный алгоритм, иными словами, это процесс, в котором используется сегментация и анализ исходного изображения в режиме реального времени, меняя уровень теней, а также светлых участков в определенных областях картины. Все это сделано с одной единственной целью, чтобы вам, как покупателю, передать максимально реалистичную подвижность объектов, задуманную автором. Подытожив выше озвученное, можно смело сказать, что за обработку изображения, независимо от формата, отвечает интеллектуальный процессор. Частота обновления экрана, как для бюджетного девайса, остается неизменной. Впрочем, ее показатель, это вовсе не приговор, ограничивающий возможность получить максимум удовольствия от подвижности объектов, потому как такое значение для ТВ считается нормой. С обратной стороны, корпус габаритного девайса полностью состоит из пластика, по центру которого расположены отверстия для крепления его на стену. Что в последнее время стало очень модно, стильно и популярно. Да и потом, такое решение, как по мне, очень хорошо подчеркивает комнату, давая больше свободы в стиле минимализма. Работает Smart TV на операционной системе WebOS. Стабильность ее работы, а также решение многих задач, в том числе обработку сложных алгоритмов, помогает решать основной интеллектуальный процессор пятого поколения. За управление девайсом отвечает пластиковый пульт Magic Remote, который работает как с помощью инфокрасного передатчика, так и блютуза. Панель Smart Menu, за исключением YouTube, Media Player и браузера, в основном состоит из платных приложений. Самое интересное, со всего списка есть такие опции, которые позволяют дублировать картину происходящих событий на другой ТВ такой же марки, правда если тот поддерживает данную экосистему. Также модели доступна технология «Умный дом», что позволяет, объединим все устройства в одно целое, управлять ими с помощью девайса. Данный пульт указка обеспечивает легкость управления абсолютно любой программой. Особенно это касается не только поиска необходимой информации в браузере, где он легко заменит не только мышку, но и клавиатуру, а также упростит задачу поиска необходимых программ в бесплатном магазине приложений. Это конечно не плей-маркет, но при желании, потратив весомую часть времени, здесь также можно найти программы как для бесплатного просмотра фильмов, мультфильмов, сериалов, так и установку игрушек, как для себя, так и ребенка. Более того, по необходимости, подключив блютузный геймпад, вы сможете получить максимум удовольствия, играя в игры, скачанные с магазина. Помимо активных кнопок, таких как Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, Google Assistant и Amazon Alexa, пульт также имеет кнопку голосового поиска. Зажав и удерживая ее, вам нужно всего лишь произнести необходимую информацию, после чего голосовой помощник, по мере своих возможностей, вам ее озвучит. Как это работает на практике, давайте проверим. Как тебя зовут? Вы уже забыли, как меня зовут? Да, я искусственный интеллект LG SYNC QAI. Я каждый день стараюсь вам помогать. Что ты умеешь делать? Тяжело описать все, что я умею. Ты узнаешь больше о моих функциях в процессе общения со мной. Также модель поддерживает технологию Chromecast, давая возможность дублировать на экран ТВ информацию с телефона, планшета и многого другого. Наличие Bluetooth версии 5.0, работающего как на прием, так и на передачу сигнала, позволит подключить не только беспроводные наушники, а также акустическую систему для достижения более громкого звука и многое другое. Грамотное расположение портов и интерфейсов наверняка вас порадует. Common Interface предназначен для карты доступа к кодированных каналам. С его помощью вы сможете смотреть ранее закрытые каналы, как от обычной антенны, спутниковой тарелки, так и провайдера кабельного сигнала. Наличие USB портов с помощью встроенного медиаплеера способствует поддержке всех популярных форматов, как аудио, видео, так и текстовых файлов. Также по необходимости с их помощью можно подключить клавиатуру и мышку для решения многих задач. Наличие HDMI портов позволит использовать телевизор как монитор с высоким разрешением для подключения как игровых консолей, включая Sony PlayStation, ноутбука, ПК и многого другого. Гнездо антеннного входа с поддержкой основных форматов обеспечит вас вещанием как в аналоговом, так и цифровом формате, при этом значения не имеет, будь это обычная антенна или провайдер кабельного сигнала. Наличие спутникового ресивера. Также порадует тех, кто ранее использовал данного типа тюнер, потому как теперь о его наличии можно просто забыть. Наличие оптического цифрового порта наверняка порадует истинных ценительной музыки, потому как с его помощью подключив акустику к девайсу, вы по-настоящему ощутите частоту цифрового звука. За подключение к интернету отвечает как локальная сеть, так и двухдиапазонный Wi-Fi приемник. В рабочем положении потребляемая мощность прибора составляет 70 Вт. Длина стива кабеля не превышает полтора метра. А теперь в ускоренном режиме я покажу вам настройки девайса. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...